В поселке Сангар Кобяйского района состоялось выездное заседание коллегии Министерства ЖКХ и Энергетики Республики. Подробности у Татьяны Владимировой. В рамках встречи делегация посетила местность Белогорского угольного разреза. Новые котельные поселка Сангар, дизельную электростанцию и провели семинар для руководителей учреждений Кобяйского Улуса о возможностях повышения энергетической эффективности в зданиях и в многоквартирных домах. Во второй половине дня на повестке выездного заседания коллегии Министерства ЖКХ и Энергетики Республики Саха-Якутия обсуждали об итогах деятельности Министерства за прошедший год, а также об основных задачах в этом году. Первый заместитель главы Кобяйского Улуса Степан Павлов в своем докладе озвучил состояние и проблемы сферы ЖКХ в районе. За последние годы практически произошло обновление модернизации основных фондов, то есть котельных. Тепловых сетей, ну практически не осталось, будем так говорить, ветких аварийных сетей и котельных. На коллегии также обсудили самую основную задачу на этот год. Это строительство объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры в рамках мероприятий по переносу села Кальвица на высокое незатопляемое паводковое место в Новую Кальвицу. Напомним, что на совещании у первого заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Алексея Колодезникова с главой Кобяйского Улуса Игнатием Спиридоновым было решено внести в установленном порядке проект решения правительства Республики Саха-Якутия по актуализации сроков исполнения мероприятий плана графика строительства объектов села Новая Кальвица Кобяйского Улуса в срок до 31 марта этого года. В конце заседания наградили отличившихся работников ЖКХ и вручили руководителю совета директоров открытого акционерного общества Саха-Транснефтегаз Александру Наговицыну звание почетного гражданина поселка Сангар. Далее делегация уехала для осмотра объектов в село Новая Кальвица. Татьяна Владимирова, НВК Саха, поселок Сангар.